Всем привет! Меня зовут Мане и вы на моем канале. И это мое очередное видео о покупках на Алиэкспресс. Для тех, кто смотрит мое видео первый раз, я обычно там покупаю всякие аксессуары, детали, мелочи для жизни и некоторую одежду для детей. Если вы не смотрели предыдущие мои видео, пройдите по ссылкам, там тоже много чего интересного. Итак, поехали! Начну я с таких ободков. Специально заказала маленький и большой, они в паре продаются для мамы и дочки. Ободки по качеству хорошие, очень аккуратно все сшито, красивые. Единственное, немножко они более бледные, чем на картинке было. То есть на картинке они выглядели поярче, более весенними, летними, а здесь они немножко, цвета немножко приглушенные. А так, в принципе, все хорошо, отлично смотрится. Следующая вот такая вот малюсенькая вещь, очень полезная. Это такая штука для чистки всяких щеток, расчесок. Лично мне она нужна была для чистки вот такой вот расчески ребенка. То есть она подходит больше вот для таких вот расчесок, где вот такая вот именно щетка. Она очень хорошо вот это вот очищает, снимает весь-весь пух, который собрался. Какими бывают волосы у новорожденных. Очень полезная штука. Следующий это вот такой шарф. Мне он очень понравился по цветам. Универсальные цвета подойдет подо все. Единственное, на картинке шарф казался более широким, более толстым, таким плотным. А на самом деле он потоньше и поуже. И сшито немножко неаккуратно. То есть если вот это скрыть, эту часть, где швы, то, в принципе, смотрится неплохо. А в остальном по ощущениям, по мягкости, комфортно, уютно. В принципе, хорошо. Следующая моя покупка, это такой чехол для телефона. У меня, как вы знаете, новый телефон и новый чехол. Английская тематика. Я вам уже рассказывала, что я люблю очень все, что связано с Англией. И чехол очень яркий, красивый. Здесь вот вставляется в эту панельку, закрывается. Здесь видны, если мы хотим посмотреть на время, часы видны. Защелкивается на магнитике. Очень удобно. Единственный минус в том, что при закрытии крышки телефон не чувствует этого и не уходит в режим, в спящий режим. То есть это не такой чехол, который телефон чувствует при закрытии. А в остальном вообще все отлично. Дальше я заказала для своего сына вот такие вот надгруднички. Три в комплекте. Я обожаю вот такую форму надгрудничков. Они делают этот образ более стильным, так скажем. То есть это не такие вот стандартные вот фарточки, которые надевают и портят весь вид. То есть они выглядят как аксессуар дополнительный. И если по цветам подобрать под одежду, то получится такой вот дополнительный, да, аксессуар. И при этом одежда ребенка не будет пачкаться, если что. Специально выбрала такие более светлые тона, потому что впереди весна. И одежда будет более такой вот светлой. По качеству они отличные. Вообще нет никаких претензий. Хлопок. Все просто замечательно. Следующая покупка, это покупка моего мужа. Такая вот сумка. Мы очень довольны ею, потому что она тоже вся такая качественная, кожаная. Внутри тоже все очень качественно сделано. Очень много здесь карманов. Очень удобно, когда много карманов. То есть есть и сзади карман на молнии. И вот здесь впереди карман. И внутри много-много всяких отделов. Также здесь по бокам есть вот на молнии. Можно открыть и сделать сумку больше в размерах. То есть больше будет вмещать в себя предметов. Надевается через плечо сумка. Цвет темно-коричневый. Вообще, мы очень довольны. Следующая покупка, это вот такие вот домашние сапожки или уги. Мягкие-мягкие. Очень теплые. Как раз для таких, как я. Смотрится очень красиво, стильно. Мне очень нравится дома носить такую обувь. В тапочках, например, не очень удобно ходить. А в них можно и прыгать, и бегать. В общем, с ними очень комфортно и тепло. Качество тоже отличное. Все как на картинке было. Подошва не такая толстая, но все равно тепло в них. Несмотря на то, что сейчас уже скоро весна, все равно. Март и апрель бывают холодным у нас. Ну и вообще, учтите это на будущее. Буду показывать шапки разные. Шапками я очень довольна, в отличие от шарфа. У шарфа были минусы. У шапок я не увидела ни одного минуса. И просто в восторге. Особенно мне понравилась вот такая вот с козырьком серого цвета. Она очень теплая. Смотрите, внутри теплый-теплый материал. Смотрится потрясающе. Сейчас я покажу. Вот так вот выглядит эта шапка. Не знаю, это вообще моя первая шапка с таким козырьком. И мне она так понравилась, что я, наверное, еще закажу какие-нибудь других цветов. Она отлично смотрится, особенно с пальто. Напишите в комментариях, если вам тоже понравилась такая шапка. Следующая шапка, она в другом стиле совершенно. Черного цвета. Вот так она выглядит. То есть сзади немножко свисает. Она тоже подойдет под любую верхнюю одежду. Очень теплая тоже. Никаких претензий. Просто все замечательно. А следующая уже не настолько классная, как предыдущая. Но плюс в том, что это шапка снуд. То есть два в одном. Сейчас я надену как шапку, потом как уже снуд. Вот так она выглядит, как шапка. То есть она совершенно такая обычная. Так вот выглядит. А если вы хотите использовать как снуд, делаете вот так. И вот он. И вот он, ваш шарфик. Если честно, как снуд, я бы хотела, чтобы он был бы пошире. Но так тоже неплохо, хорошо греет. И я думаю, что неплохо смотрится. Еще эта шапка предназначена для тех, кто носит хвосты. То есть чтобы хвостик отсюда вышел. Надеть так шапку. Но сейчас она мне так не очень понравилась, как смотрится. Поэтому так не буду надевать. А эта шапка темно-синего цвета. Вообще очень хорошо иметь в гардеробе черную, серую, темно-синюю. Можно еще бежевую. То есть базовых тонов. Надеюсь, вам был полезен этот ролик. Все ссылки на мои покупки я оставлю внизу. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие мои видео. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok